здравствуйте всем привет так сейчас минуточку еще откатываю слайды здравствуйте здравствуйте что-то чего-то чего-то пропало так есть всем привет всем привет все будем начинать не будем никого ждать чтобы эфир появился сжатым получился сжатым и чтобы в записи не было мучительно его пересматривать всем привет еще раз кто меня не знает меня зовут зоя мой профиль зоя english он будет висеть в шапочке здесь я открываю этот марафон торжественно марафон полезных эфиров мой марафон с моей страничкой по желанию можете ознакомиться в зайдя ко мне естественно вот все все что у меня есть полезного я вам рассказала в stories сегодня поэтому welcome буду рада принять вашу мою семью сегодня поговорим про очень больные точки изучающих которые на самом деле являются больными и о которых мало кто говорит почему почему я так имею смелость утверждать потому что я преподаю уже не первый год преподаю больше 10 лет активно участвую марафонах языковых слушаю коллег наблюдаю за учениками участниками провожу разговорные чаты свои собственно моя основная любовь это разговорный язык и все что с ним связано и наблюдаю и параллельно еще изучаю психологию сама для себя я это все начала делать ради языка не ради преподавания просто ради того что мне просто захотелось поменять кардинально свою жизнь что собственно я и сделала и а в какой-то момент я поняла что психология язык очень много имеет общего при причем причем мы не говорим сейчас про языковую психологию да мы говорим просто про обычные аспекты жизненные аспекты психологии которые очень коррелируют с языковыми и вот эти вот эту корреляцию да вот эти связи вот эти нити я опытным путем без теории только исключительно через практику наблюдения за моими студентами вывела и все же все о чем я буду вам сегодня рассказывать это исключительно опять же таки мои шишки шишки моих студентов мои наблюдения у меня больше 18 потоков разговорных чатов прошло это больше двух лет работы и по секрету вам скажу первые десять были не совсем удачные с точки зрения организационного процесса я не поняла почему люди сливаются почему люди перестают учить да в чем сложность я постоянно получала обратную связь я пыталась разобраться в чем дело и наконец-то я поняла сегодня на сегодняшний момент я могу назвать формулу разговорного чата своего идеальной да и этому есть несколько причин вот некоторые из нас из них мы сегодня рассмотрим если у вас есть какие-то боли есть вопросы параллельно до комментируемые давайте так сделаем я рассмотрю один блок мы сегодня будем работать в формате проблема решения после каждого блока если будет какой-то вопрос который будет относиться к этому блоку я его сразу же буду снимать так и так и так что вам мешает учить язык первая проблема и всего всего них будет достаточно немного по моему пять штук до их на самом деле намного больше но эфира не хватит но я по по мере наличия времени у себя в профиле здесь буду рассказывать уже объяснять значит первое на первый взгляд вроде кажется банально да не цели и нечем мерить результат но что подразумевается под словом цель конечно это не не совсем вот так вот заезженная система smart про которую уже прозвенели все бизнес тренеры и все преподаватели да вот ставь себе цель когда приходишь в язык цель целью но реальность такова что большинство людей которые приходят в язык они учат язык потому что все учат самый распространенный ответ на этот вопрос почему ты учишь язык потому что английский сегодня нужен да потому что без него никуда потому что мне нужно продвижение по работе до мнимая то есть какие-то такие знаете абстрактные туманные определения которые по сути ничего не имеют общего с тобой лично и когда ты начинаешь студенты спрашивать а чем ты будешь собственно мерить результат то есть ты пришел в язык потому что сейчас модно потому что а без английского никуда да мы с тобой начинаем или там ты начинаешь проходить курс и как ты поймешь что на определенной ступени ты чего-то достиг то есть где твои мерило где твоя шкала до к чему ты идешь и тут начинается затык и вот это основная первая большая глобальная проблема нет четкой цели не просто потому что язык популярен а потому что например какая цель может быть первое я часто езжу за границей соответственно моя цель в первую очередь что разговориться уметь высказываться до формулировать речь то есть устная речь моя цель заговорить и соответственно если вы ответили на вопрос для чего вам для поездок за границу поездка за границу это не грамматика дали в первую очередь не грамматика в первую очередь это не сумасшедшие списки слов на тему кораблестроения да это в первую очередь спикин да и переходим во второй этап во вторую плоскость какие навыки нужны для вашей цели то есть для поездки за границу нужно уже спикин да дальше может быть не может быть а нужно вокабуляр и тогда вопрос к вокабуляру к словам какие темы вам нужны именно то есть куда вы едете за границу вы ездите работать или вы ездите отдыхать если работать значит ваша сфера работы да как минимум ваши рабочие термины сферы жизни как максимум какой-то every day english для того чтобы вы могли помимо работы удовлетворить свои потребности купить буханку хлеба проехать в метро или заказать такси и так далее если вы отдыхаете в египте где-то где-нибудь еще до али египет значит это как правило стандартный набор слов food restaurant транспорт что там еще и опу да и так далее вот вот таким образом вы просто сами без наставника определяете очертываете себе кусок работы отсекая ненужное так дальше когда вы отсекли все ненужное и вы поняли что ваша основная цель это спики вам нужно понять какие эффективные инструменты для работы со спикинем есть не все которые принципе можно сюда и нельзя потому что как у нас происходит обычно человек говорит нужно английские приходят в английский что он первый берет вот просто до человека не знающий ничего в языке новичок скажем так он приходит начинает что ой где-то слышал про грамматику мерфи так покупаю грамматику мерфи так где-то еще слышат про english файл да о покупаю english файл там учебник да еще вот там курс продается а еще вот там вот какие-то эфиры 2 я вот это все короче себе подгребу но я же учу язык да у меня же видимость создается того что я это все учет этом делаю да как муравей вроде как на месте не стою но когда ты по сути делаешь и первое второе третье пятое а через месяц спрашиваю себя а результат результата нет а через второй месяц прошла результат результата снова нет я как не говорил так не говорю ну а чем я занимался я же учил и вот тут приходит вот то самое разочарование которое настигает знаете как кнутом он прям догоняет вас моя цель учеба в сша отлично учеба в сша в каком вузе что вам для этой учебы нужно вам знание языка наверняка сдать международный экзамен значит мы а сейчас я вообще так текина party ну я беру отдельно сейчас общие цели людей которые не знаете давайте не так есть две категории моя мои две категории изучающих первое это general english которые очень часто бывают за границы которым нужно просто жить на английском да удовлетворять свои способности потребности ссори и вторые это те которые целевые то есть тем кому нужно сдавать международные экзамены с экзаменами тут вообще очень просто как дважды два тут сочинять цели вычленять ничего абсолютно не нужно потому что ваша цель сдать экзамен экзамен подразумевает под собой определенный формат то есть определенный уровень спеки не определенный грамма и так далее так далее то есть вам у вас уже за вас поставили четкие цели четкие планки которым вам нужно достать и задача преподавателя грамотного преподавателя опытного до определить сколько вам нужно времени для того чтобы сюда допрыгнуть да и какие самые эффективные методы то есть тут без преподавателя мало кто до этой цели доходит а мы сейчас говорим про по моему мнению опять же таки по моему субъективному мнению про сложнее категорию изучающих которые сами выбирают себе путь которые идут по general english и которые потерялись просто в массе информации которые сейчас на каждом шагу вы посмотрите сколько марафонов бесплатных я только принимаю на данный момент участие в трех да то есть количество информации просто зашкаливает у людей просто кипят головы мозг взрывается от от наличия всего и что с ним делать и просто я понимаю вот этот вот ужас страх панику в глазах изучающих которые вроде что-то делают результат не получают да так вот когда вы определились с тем что вам нужен спекинг для приезда за границу называем это так ли для путешествия за границу значит ваша задача определиться следующий этап с эффективными инструментами для этого спекинг вот тут уже посложнее потому что инструментов там много но например функция грамотного преподавателя или качественного подхода в изучении это не новый какой-то инструмент 101 из 100 существующих да а это правильно подобранная комбинация этих инструментов то есть например если вы например вам нужно отработать какие-то грамоте они грамматические да ну и грамматические конструкции лексические фразы и вы забываете постоянно там предлог значит ваша задача ваш инструмент это запись себя на диктофон и проработка вот это вот фразы over and over and over да и либо же просто идти по улице проговаривать эту фразу начитывать меняя одну из составных частей например юна хи хи на там на наши еще на ай мозг работает вы работаете и фраза прорабатывается да либо же это участие в разговорных клубах если у вас уровень повыше я даже не знаю стоит ли мне сейчас углубляться в эти инструменты потому что это достойно просто отдельного эфира я про это уже говорила у себя в профиле у себя в эфирах и с удовольствием готовы повторить это этот эфир про эффективные инструменты в каждом из навыков потому что на самом деле их очень много и тут просто пальцем небо сейчас тыкать что кому подойдет да и что для кого работает то есть тут скорее больше про индивидуальный подход и про то когда ты видишь человека видишь уровень человека видишь он визуал либо же он не визуал да и конкретно ему уже подбираешь согласно его возраста памяти то есть это уже индивидуально так а если как хобби смотрите как хобби по поводу хобби тоже интересный вопрос интересно интересная позиция как хобби язык можно в принципе рассматривать и я скажу что моя сейчас на данный момент позиция так вот несмотря на то что я преподаватель и я как бы вынуждена преподаю язык да у меня язык сейчас как хобби а меня тапсас угол то есть у меня нет какой то сейчас такой цели которой я стремлюсь иду я просто его учу и выучу для себя и поглощай фо фан вот у меня это хобби в этом случае нужно четко понимать про ну про это мы сейчас чуть-чуть подробно поговорим позже нужно тогда ставить себе а все-таки цель и понимать для чего вы это хобби где вы будете использовать потому что язык без использования ничего вы его будете использовать нести куда-то в разговорный чат вы его будете использовать когда-нибудь за границей до либо же вы в ближайшем будущем или в далеком поступайте за границу вы пока на низком старте до подготовки к этому то есть вы должны понимать для чего это хобби у вас существует где будет применение языка потому что просто как хобби можно лежать смотреть фильмы на английском это хоть тоже хобби я тоже что-то делаю да но ожидать от себя что это хобби вылиться мне в активный спик и не приходится потому что вы знаете что просмотр фильмов не дает ничего кроме прокачки уха и наслаждение просто то есть я чем ничего я делаю что-то на английском до запоминаются фразы запоминаются реплики ты начинаешь лучше распознавать язык да но но все спикинга оттуда ждать не приходится если вы это четко понимаете если вы не питаете иллюзий по поводу просмотра фильма и заговорить как это очень многие да можно ли смотреть фильмы заговорить нет можно смотреть фильм пересказать фильмы заговорить частично частично вот это да да или можно посмотреть фильм взять оттуда пару фраз их активно использовать у себя в речи и потом вести в свою речь да то есть глобально смотреть фильм заговорить а что мы имеем ввиду конкретизировать и когда вы четко понимаете эту цель когда вы понимаете грань можно смотреть но если я приложу усилия или я у меня это хобби я учусь сейчас слово в день но я знаю что это я слово заучу так что она у меня вспомнится без повторения через год супер но когда вы учите к хобби и требуйте от себя невозможно начинаете самосъедать себя долбать просто извините за каждое невыученное слово или просмотренный эфире сейчас про это тоже буду говорить это уже не хобби это издевательство над собой до перегруз по информации очень много новых слов да по поводу марафон бесплатных только и смех и грех на самом деле тут и хочется и колется вот начинать логичнее всего с артикуляции по поводу артикуляции это скорее не артикуляция произношения да вы имеете ввиду тут нужно четко тоже понимать есть произношение а есть акценты что вы хотите мои мои субъективное мнение акцент это знаете как когда у тебя все есть очень много денег да ты покупаешь там например розы какого-то отдельного сорта just for fun ну просто потому что тебе хочется не потому что у тебя нужда вот акцент должен у тебя быть свой да естественно без без перегибов но произношение должно быть идеальное и это очень часто путают то есть за произношением нужно обязательно стоять и набивать руку и начинать это самого нуля здесь однозначно да и однозначно это нужно обращать большое внимание то есть на буквы сочетания нас на звук да и прочее прочее вот эти нюансы они должны быть обязательно потому что когда вы правильно произносите слова сами когда у вас артикуляция правильно поставлен рот когда у вас правильно идет звук из речевого аппарата вы способны такой же звук который вы воспроизводите воспринять здесь и узнать его то есть происходит связь вот рот и уши но но это собственно это вот вот эта связь на самом деле это короткий сейчас не так сейчас мне мыслей много хочется все сказать потом чай тихо майорсисе на это да в общем короче говорят давайте так остановимся я за финале свою мысль произношение обязательно должно присутствовать с элементарного уровня с уровня с уровня ломи-жи хотя не могу сказать что люди которые мне преподавали произношение с элементарий плохо воспринимают на слух я никогда мне никогда произначили не преподавали я все словила сама за счет многотысячного прослушивания речи оригинальные большого количества прослушанного просмотренного материала то есть я сначала научилась воспримать здесь а потом воспроизводить здесь а потом только у меня появилась здесь связь я у меня так случилось потому что у меня был инъяс он был такой слабенький и фонетика там оставлял желать лучшего и все что я имею сегодня ты собственно только на 80 процентов результат моих собственных усилий так 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 по поводу акцентов давайте последний если я звуки правильно произношу все равно узкий русский акцент реже слух значит вы звуки неправильно произносите значит вы сзывы с тейбл я же сказала все правильно да но вы слышите что за русифицированы соответственно нужно позаниматься постановка этого звука артикуляции в том числе да вот тут как раз сова артикуляция в тем посмотреть как это строится видео youtube если вы занимаетесь самостоятельно лучше конечно преподавателя гайда который вас направит подставит услышать звук который исходит потому что очень часто кстати очень часто моей практике студенты произносят несмотря на то что знают как строится звук идет производная в почему так происходит а им новая идея но ухо обманывает да то есть ты вроде слышишь и вроде тут воспроизводишь но губы стоят неправильно артикуляция абсолютно страдает и нужен специалист который вам просто буквально правильно поставит губы зубы и язык так поехали дальше византию секунда византию византию где-то мне тут все все поперемешивалось так выгорание по поводу выгорания очень любопытная тема и кто занимается тоже не занимается увлекается психологии вы наверняка находите здесь или найдете здесь очень много параллелей с общей психологией и про вам наверняка откликнется сейчас культ любви к себе который сейчас абсолютно становится культом и трендом и вот там один из пунктов тоже выгорание когда ты выгораешь в действии или в деятельности которую ты делаешь английский не исключение почему происходит это выгорание потому что вы делаете все и сразу это тот самый момент когда я говорила это я назову его синдром новичка в английском когда ты приходишь тебе нужен язык ты якобы поставил цель и чего-то начинаешь то есть ты не начинаешь с консультации грамотного специалиста который тебе скажет вася в твоем случае тебе нужно сразу заняться звуками начинать с пятой темы да там и читать вот такую книгу или там уже говорить да вы сразу что делаете покупаете мерфи мерфи я называю всю грамматику неважно да мы не берем сейчас это понятие такое образно покупаем мерфи скупаем курсы смотрим массу эфиров и ставим галочку в плане о том что я что-то делаю у меня идет продуктивность да но на самом деле что вы делаете с каким фокусом вы делаете это вы себе не задаете вопрос соответственно когда вы идете в пять сторон сразу вопрос куда вы приходите никуда потому что вы один сторон пять до результата нету в этого результата не видите не слышите не чувствуете и у вас происходит демотивация как как начало и падение вообще интереса к языку как финал и что называется выгоранием я выгорел мне больше язык не нужен или не интересен вот более того очень часто срабатывает стадный инстинкт да когда зашел в профиль преподавателя и тут он такой там мой курс он закроет все твои плюс минусы вот 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 хочешь выучить особенно таких не целевых людей или несфокусированных людей которые не знают куда они движутся которые не сделали первый шаг о котором я говорю да цепляют такие курсы и такие маркетинговые ходы типа лучи язык да типа ты не говорил заговоришь да типа но вот какие-нибудь триггеры до маркетинговые которые особенно этим грешат многотысячники блогер-миллионники англо да которая особенно собственно на aim at нацелены да на большое количество людей и чек не разобравшись что ему на самом деле надо он видит заговорить буду знать грамматику вот это все иду да а в программе курсе вероятно там про разговор и и ничего и не написано да и вероятно этот курс вообще не направлен на разговор и человек вообще не понимает зачем он сюда и он начинает распорашиваться да на на все навыки и на говорение и на чтение и на письмо и прописывать 25 страниц слов до спеллинг там что-то там выжучивать себя мордовать до читать выписывать слова вы же делаете у вас у вас как бы процесс запущен вы учите язык а результат а зачем вам нужен рейн если вы едете за границей вам нужно говорить в первую очередь я ни в коем случае не говорю что рейн не нужен и я нивелирую функцию спеллинга о том что игнорируете как пишут эти слова да бог с ними никогда их и не учите это неважно нет я говорю что все важно но важно в своем приоритете если вы едете за спикингом идете за спикингом значит вы в первую очередь должны говорить говорить а в последнюю очередь писать да или где-то там если у вас будет желание писать если вы сдаете если у вас работа связана с перепиской с корреспонденцией значит какой вам навык в первую очередь нужен ну естественно в айтень райтинг то есть композиция письма вам нужно спеллинг в обязательно хотя с современными компьютерами спеллинг особо уже не не актуален да и что вам еще нужно грамматика да но обороты там вокабуляр специфический но это уже второе спето есть ведь на что вам нужно обратить внимание если ваша работа и ваш промоушен по работе связан с перепиской с корреспонденцией да ну ни в коем случае вам не нужен курс там васи петрова как читатели читаем марафон по чтению книги понимаете на которой вы записались и вы не понимаете для чего да это полезно но нужно ли это вам сегодня и сейчас да а можно для спикинг просто выучить разговорный английский а чтобы вкладывать в понятие разговорный английский разговорный это разговорный это фразы которые вообще не да да нужно просто держать руку на пульсе следить за блогерами которые держат эту руку на пульсе дают современные выражения слова и просто их впитывать брать да то есть не брать на кобыле например какие-то списки в интернете которым уже пять-шесть лет да которые устарела реально смотреть видео поглощать материал и слышать что они в к в определенном контексте используют это называется разговорный английский но нету словаря по разговорному английскому да есть фразы высокочастотные которые используются очень часто в языке так вот дальше неправильное распределение сил это то о чем я сказала когда вы по цели учу английский идете на марафон по чтению книги имея целью своей заговори за границей вы прошли марафон прочитав книгу да вы знаете о чем книга дариан грей а дальше а спикинг ваш вырос за время этого марафона а вы как-то потянулись опять видите нету когда у вас не вышка не выставлена шкала когда у вас нету цели фокуса на вашем скиле на вашем навыке который вам в первую очередь нужен вы начинаете бежать везде и всюду и в результате у вас происходит выгорание за отсутствие результата и нет меры нет меры этим страдаю я в том числе у меня есть такое понятие залипание когда особенно вот на подъеме да когда начинаешь что-то новое или новая тема для тебя что-то зацепило да и ты начинаешь в эту тему погружаться и ты вот час проходит два часа и ты все в этой теме ты в английском дает и ой как мне нравится и вот-вот просто кайфуешь то на следующий день уже меньше желания вот у меня так с работы у меня понедельник особенно после хороших проведенных выходных просто бомбически я просто тут и прически и в этот и тот и вот это stories расскажу это расскажу и в общем я в инстаграме с 9 до 9 я залипла энергию свою слила неважно на что это работает абсолютно на всех сферах жизни начиная от языка заканчивая не знаю там огородом ногтями неважно чем-то я залипла устала ничего не успела на вторник у меня меньше энергии к среде я уже выгорела в четверг-пятница я еле-еле душа в теле чтобы вот довести этот инстаграм и отдохнуть на субботу-воскресенье абсолютно так происходит же и в языке когда вы залипаете неважно на чем нравится вам не нравится нужен навык не нужен вы выгораете после языка или с языка нужно вставать люди с легким чувством голода когда вы что-то прочитали поставили себе таймер да я сейчас иду быстрее чем свой слайд короче говоря результат выгорания ты бросаешь и нет смысла ничего начинать нет желания потому что ты переучил это как знаете как гречневую кашу нас действие заставляли есть переел наелся тебе уже не хочется да я у меня гречкой мама меня в детстве перекормила я ее закончила ездить это средней школе я гречку с молоком стала есть только когда мне было 30 только впервые вернула себе эту пищевую привычку потому что меня перекормили решение четкий фокус опять же таки на цели для чего вы или что вы делаете и я сейчас прочитаю эту статью для чего с какой целью чтобы пополнить вокабуляр ok значит в этой статье я выписываю все слова я этот фильм смотрю зачем чтобы развить спики значит что мне нужно не останавливать фильм на паузу после каждого слова выписывать слова смотреть и так далее учить слова да а первым делом не нужно посмотреть и пересказать до взять оттуда два две три фразы до какие-то моменты до пересмотреть но основная первоочередная цель для которой я смотрю фильм это рассказать после того как вы его пересказали второй просмотр или второй этап работы с ними может быть лексически когда вы писаете фразы заучиваете когда вы их там за что с ними делать составляете предложение это уже лексика вы уже второй на втором этапе работаете на чем на пополнение вокабуляра но если вдруг меня не хватит на пополнение вокабуляра я знаю что первый про первоочередный свой навык спикин я отработала да и у вас есть уже причина почему себя можно или за что себя можно похвалить и вас уже есть такой маленький шажочек к вашей цели к вашему фокусу понимаете дальше лимит языка лимит всегда должен быть вплоть до ну опять же таки тут у кого как работает у кого-то работает просто стопор до стоп то есть так зо и стоп до хватит встала ушла там отдохнула или переключилась на что-то это может быть метод помада помадора да по моему по 20 минут когда ставите себе таймер но вы тут определяете промежутки временные для себя да вы чувствуете по себе я например чувствую что я устаю где-то после вот где-то на 50 минуте просмотра или обучения когда у меня начинает ломить спина когда я начинаю чувствовать спину спину когда я начинаю чувствовать ноги да хочется размяться вот это для меня верный сигнал того что зоя стоп голод уже немножечко до прошел тебе нужно встать развлечься отвлечься и нагулять голод в языке снова и лучше если вы остановитесь на самом интересном моменте например фильм вы чувствуете что вам уже немножечко поднаде поднадоела и тут вот 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 развязка остановите и завтра с удовольствием досмотрите да чтобы у вас было желание что вот это вот чтобы вот 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 такое знаете прям крылья у вас росли чтобы вы прям бежали к языку да и последнее совет по поводу выгорания хвалить себя мы к сожалению женщины но кто тут написал что ощущение что одни девушки смотрят вероятно да ну что мужчины слишком занят для таких болталок вот но тем не менее нам очень тяжело девушкам хвалить себя любить себя я кстати прохожу сейчас курс по привет я называется или здравствуй я там есть задание стать перед зеркалом и осмотреть себя в глаза и хвалить волосы кожу ну в общем такое женское да и вот с этим у меня затык реально когда себя вот стоишь свое тело хвалишь с языком у меня затыка нет потому что я уже себя надрессировала то есть я знаю что я сегодня просмотрела видео я поняла о чем смысл я запомнила несколько фраз я услышала акценты да то есть я четко садясь за видео я понимаю для чего я сажусь и я хвалю себя что я встала и я сделала первоочередную цель которую я сделала то есть я устно поставил себе галочку зоя молодец я выучила два слова зоя молодец я просмотрела сегодня даже эфир в марафоне зоя молодец или там катя молодец да потому что просмотр эфира это тоже лучше чем ничего понимаете если вы просто пришли релакснуть сюда далее послушать зою и умные советы вот вы тоже молодец потому что вы вероятно услышали себя что-то новое что вас вдохновит и даст новую жизнь и новое дыхание вашему языку да которая не позволит его бросить понимаете самое парадоксальное то есть у вас будут силы вы будете настолько экономить энергию что у вас вот язык войдет в такую же привычку как кушать по утрам завтракать они я не знаю остановиться на беговую дорожку в 30 градусную жару да то есть когда это само собой разуме а что я учу язык окей но это как почистить зубы ничего тут такого я сверх до негативного ли позитивного не вижу и по поводу кстати языка экстремальные эмоции такие сверх эмоции это тоже плохо потому что вы тоже выгораете в эмоциях потому что вы можете перевозбудиться да и дальше у вас может тоже пойти на спад то есть эмоция вы будете думать ой вчера я так радовался сегодня что-то я не радуюсь что-то я такой какой-то не очень да сегодня что-то язык у меня сегодня не идет а завтра вообще хуже чем и вот начинается опять это вот самобичевание самоседание в общем не мне вам рассказывать потому что наш менталитет что что а самобичевать умеет точно поэтому не допускаем по чуть-чуть и люка легкое чувство голода и вот еще один момент хорошее слово к языку нужно относиться с легким чувством пофигизма пофигизм это наше всего когда знаете да мне пофиг вот запомнишь что-то с эфира или нет о прикольный эфир да ой приколенький совет а вот словечко хорошее слушай надо бы запомнить бы было бы здорово если бы я запомнила ой но и не запомню но и пофиг да то есть вот знаете слова пофиг я специально вам здесь его нарочито несколько раз повторила чтобы ощутили вот этот вот небольшой типа если ничего не случится это нормально если я не запомню да это не значит что я плохой это не значит что я какой-то да это значит что дать окей сегодня не мой день просто не идет ко мне сегодня дальше очень круто спасибо за советы даже не верится что это только первый эфир марафона и очень надеюсь что последующие эфиры тоже будут такими же у меня перекрывается телефон я так мне не хочется чтобы что-то у нас случилось так эфир я сохраню обязательно дальше надо вместо хочу тоже самое бич просто людей русскоязычных людей в частности потому что мы нам очень много всего надо мы очень много себя силе ох как я переживаю чтобы ничего не случилось чтобы эфир не вырубила так ладно чуть-чуть подержу вот так вот надо каждый раз когда вы подходите к какому-то заданию вы что себе говорите надо посмотреть эфир вот записались в эфир да сколько там пять эфиров идет сразу надо посмотреть 1 2 3 5 до надо еще вот у пост он блогера встретил там 15 полезных фраз для ежедневного общения тут идет эфир значит пять фраз разговаривая как носитель и вы такой в список себе да надо 1 2 3 5 потом вы понимаете что реально у вас фактически не хватает для этого времени и у вас между надо и реальность у вас большая пропасть у вас что первое приходит на ум мне приходит слово результат разочарование до опустошение когда вы реально нет не 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 успеваете и вот это вот постоянная гонка надо 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 и вот такой хлыст себя хлыст хлыст да по сзади и постоянное не до постоянно не успел не досмотрел не допонял недовыучил она очень подавляет все что у вас есть начиная от желания заканчивающие вашими способностями то есть даже если бы вы были способны выдать максимум языке да вы не можете этого сделать потому что у вас давлеет вот тут вот сидит просто знаете груз надо а вот когда вы видите пять эфиров вы реально понимаете что вы работаете у вас времени нет но вы говорите о я бы хотела бы посмотреть хочу вот этот эфир после и хочу вот это я бы хотела бы если бы у меня получилось посмотреть еще и и выучить эти фразы и когда вы понимаете что вам хочется не надо это значит что вы даете себе право на ошибку вы даете себе право не выучить а если вы выучите вы просто у вас крылья за спиной раскроется понимаете и это всего лишь одно слово хочу надо то есть просто радикально радикально меняется восприятие восприятие информация которого воспринимаете не надо вам списки слов если это не ваш профиль если фокус у вас не на этом списке вам они не нужны если для вас актуальны сегодня навык рай тень и вы увидите пост блогера говорит как носитель значит вам пока на данный момент сегодня это не надо то если вам рекомендуют для того чтобы за там я не знаю что еще можно придумать ну короче говоря вы мне поняли да то есть всегда критически относитесь к советам даже к моим то что я вам советую через свою призму оценивайте надо вам не надо сортируйте согласно ваших целей и тогда вы четко будете понимать это знаете как лодка которая плывет через трясину вот такое типа болото да а лодка четко знает куда она идет она отгребает ненужное выбирает себе путь вот ваша задача отгрести и из этой информации которую вы слышите высосать только ядро полезное для вас все получит и я себя похвалила умница вот видите даже одно слово одно слово запомнено уже молодец на самом деле это это много кто-то говорит тут что-то типа сериал посмотрел одно слово выучил ну ни черта себе а если бы не посмотрел общем не выучил да а помимо того что вы сами замечаете результат смотрите вы в очередь слова больше да вы помимо этого слова вы услышали масса акцентов вы стали лучше слышать речь это это бонус я вам причинаю которую вы получили которые вы не осознаете что вы их получили да вы наслышаны а про прайме грамматические конструкции ей потому что грамматика учить это не только упражнение делать и не только правила учить это не только покупать курсы пачками это и про речь которая входит в ваше ухо правильную речь носители да и там же вы слышите грамматические конструкции которые вы пятый раз услышав одну и ту же конструкцию на шестой вы даете сами и вы этого не замечаете а потом у вас такой знаете щелчок типа ой откуда я это знаю а ты это знаешь потому что ты посмотрел три сезона игры престолов да потому что ты услышал ряд правильные речи грамматических конструкций до которые уже настолько въели с тебе в память в мозг что ты способен их восприизвести выдать и настолько ты хорошо концепт и контекст уложил голове что ты просто понимаешь хорошо в них ориентируешься то есть себя похвалить за за что-то уже можно с четырех аспектов четырех причин да только надо быть более наблюдательными какой результат вы получаете на самом деле очень здорово так я вам рассказала про схему значит по поводу списка списка слов да еще раз критически относитесь вообще к тому что вы слышите что что впадает вам глаза и в уши критически если блогер написал о том что вам эти фразы нужны значит вы еще подайте со мнением нужны ли они вам сейчас да и может быть целью поста является не то чтобы вы выучили я своих постах последнее время стала писать особенно вот последний про корона борец новые сленговые слова которые появляются в языке мимо которых пройти невозможно но я что пишу какую заметку учить слова не надо их нужно несколько раз прочитать сохраните пост в закладке вернитесь к нему сегодня прочитайте пробежите словами о их глазами завтра и через неделю просто глазами и вам этого будет достаточно вам корона борец вот эти они не нужны в активной речи вы не будете ковыриет использовать каждый божий день до в разговоре с просто small talk но вы его где-то узнаете в BBC news где-то в статье где-то что то есть вы это читаете эти списки для background knowledge потому что ваш вокабуляр делится вы знаете на активный пассивный вот это пассивный вокабуляр за счет того что вы несколько раз вы прочитали просмотрели уже с ним знакомы контекст помните да и вас у вас не будет труда его узнать в контексте просто в речи вот для чего это и я такие пометки делаю чтобы не перегружать человека чтобы не создавать у него еще больше комплекс недо который приводит вот к тому самому ощущение что ты какашка это за странность вообще у тебя ничего не получается у всех получается все списки сохраняют никто ни черта не не учат но типа типа все все знают понимаете настолько такая иллюзия придуманная нами в голове комплексы какие-то которые которых мы варимся и которые в результате выливаются в такую трагедию как не хочу вот в я если дай бог мне останется время поотвечая на вопросы не понимаю язык или не хочу его учить а почему человек так говорит не хочу учить но я когда мне показывают новый сорт мороженое не попробую сразу говорю не хочу нет его пробую мне но не нравится дали мне как-то его не так продали я потом говорю не хочу человека настолько что-то заела что-то застряла дак это ненависть какая-то оскомина к языку он просто говорит я не могу не хочу вообще не буду это не он не будет и проблем вообще не в нем и падают проблема в знаете в как тебе подали блюдо и как ты сам себе его оформилась знаете как со столовки вот пюрешку на клаус размаха течка ляп такая да и пюре такой тебе на лицо на платье конечно так никто есть не будет и учить не будет к этой аккуратненько чуть-чуть столько сколько съешь выложишь чуть-чуть мяско потому что мяско нужно и тут зелень тебе нужна потому что зелень полезно другой результат другой вообще подхода к сервировке стола так значит что мы делаем в сына да и хочу что делать первое почистить подписки я это делала и делаю регулярно я отписалась практически от всех своих коллег у меня надо и хочу работать немножко в другой сфере в сфере инстаграма когда я вижу что все такие идеальные трудоколики я одна ничего не делаю у меня это было сейчас немножко я себя слезла вот я почистила все подписки свои я почистила все паблики англа я почистила в общем я стал только то что мне нужно сейчас и сегодня то есть я зная что у меня этот блогер мне раньше нравится сейчас не нравится я отписываюсь но приходит момент когда мне он снова начинает тратить и снова подписываюсь и я фильтрую информацию который в принципе мне фонит до оставляя оставляя только лучшее только только то что мне нужно так так сейчас я опять куда онлай май фаулю я читала рассказ там запомнил слова джага как его можно заменить кизды как и мне кажется достижение то думал что я без мозгов хвалить себя за любое хвалить видимый результат это не только когда вы дойдете до своего финального результата это и выучила слова и посмотрела эфир и прочитала одну страницу книги и посмотрела youtube ролик и послушала зою и поиграла в зоину игру потому что я тоже в играх пытаюсь соединить и speaking и listening и вокабуляр да и фан сделать это все чтобы вам залетало приятно понимаете когда вы начинаете вот такие тени уени степс замечать и хвалить у вас складывается впечатление что вы гигант просто в английского что что не сделать это молодец понимаете тут но тут опять про любовь к себе товарищи те кто себя не хвалят значит вас не хватает самоуважения любви и тут уже что-то больше чем просто английский научитесь просто говорить себе молодец для начала просто в английском да мы сейчас не уходим в дебри психологии вот дальше значит почистить подписки обязательно оставить только профили которые вам нужны нравятся которая тоже следует за тем же фокусом кто и что и вы до выбирайте опытных преподавателей которые правильные инструменты вам дают рассказывать какую-то толковую вещь они просто толкают вас списками фразовых глаголов сгруппированных по предлогу которые вы обязаны и по их мнению знать но они вам на данный момент не нужны да то есть фильтруйте то что у вас попадает вам в глаз фокус на том что надо сейчас а что интересно это понятно не гнаться за результатом удовольствие от процесса очень сложный это аспект потому что особенно для тех кто кто учит английский нет для экзамена нет для сдачи чего-то а учит английский для как хобби вот девушка написала я учу для хобби очень сложно здесь тормозить себя да тут опять я говорю сейчас буду говорить про легкое отношение пофигизма до с точки зрения пофигизма к языку никогда вы не выучите язык никогда этого не будет всегда будет хотеться больше всегда будет хотеться говорить также как говорю на русском и на русском поверьте вам сейчас 30 20 вы говорите 20 лет 30 лет на английском говорите сколько или учите его два-три года да ну кто-то там со школы неважно да настолько у вас большая сейчас разрыв идет большой в построении конструкции в русском в английском но почему-то мы все хотим сократить вот этот 30-летний разрыв за два-три года догнать и просто прыгнуть выше головы и когда ты понимаешь ты год учишь два учишь у тебя ничего не получается и у тебя разрыв этот меч и не становится у тебя приходит разочарование да ты типа гнался за тем какой вот сейчас основная еще запрос учеников хочу говорить выражать свои мысли на английском так как я это делаю на русском знакомо так вот для того чтобы выражать свою мысль также как вы выражали на русском вам нужно хотя бы учить английский также столько же сколько вы учите русский или хотя бы половину от этого срока это такая знаете глобальная цель глобальный расход но что делать уже сейчас вы скажете типа я не хочу там десять лет до научиться упрощать свои мысли в русском языке помнить о том что язык это не мы учим язык не для грамматики не для того чтобы знать тысячу или две тысячи или две пятьсот пятьдесят три слова мы учим язык чтобы коммуницировать основная функция языка коммуницировать доносить информацию и получать через него информацию а мысли кем зациклены на конструкциях на формулировках на грамматических аспектах очень часто такие грамма на за из которые просто следят за stories так а вот это вот надо вот тут вот так вот а вот это надо правильно здесь так а тут перфекта тут по симпла вот это еще что то я это пойму эту привередливость если вы сдаете экзамены то без этого никуда но если вы разговариваете не будьте такими привередами делайте акцент больше на скорее на синонимах на оттенках слов значений до фигуративных каких-то выражений себя чем на грамматике да учите себя экспрессировать выражать в разных ситуациях чем следите больше за тем правильные были использовали перфект или по симплу то есть больше коммуницируйте идите к финалу к своей мысли и я учу всех своих студентов упрощать мысль чтобы вас поняли вас вам не обязательно использовать сложные обороты поскольку я хочу выразить мысль таким образом что то есть как то можно упросить я хочу сказать что то что вам мешает так сказать разно английском зачем нужно выразить мысль для того чтобы донести зачем эти пафосные выражения можно просто сказать все в двояком в двусложном предложении и вас поймут и вам ответит и в этом кайф так 4 а мы начали учить english вместе с мужем у него уровень владения был ниже и со своими форматами много медленнее чем у меня блин это так тормозит мне бесит бросать в не могу вот сейчас мы поговорим про токсичную среду но ваш муж я не скажу что он токсичен да это человек который тянет вас немножко вниз и за счет которого вы тормозите это нормально но то знаете тут включается вопрос тут уже в изучении ну чем вы обязаны мужу обязаны ли вы его помогать и вытаскивать или вы все-таки заинтересованы больше в своем результате да если вы его учите значит будьте ответственны за то что вы посвящаете ему свое время если вы сами хотите развиваться значит развивайте сами отдельно от него что такое токсичная среда ко мне очень много людей приходит особенно женщин в возрасте которые очень комплексуют которые знают язык на элементарном уровне говорят что у меня страдает я вообще не могу говорить на английском я говорю а почему вы так решили а мне дочка постоянно говорит что мама не говори у тебя ты его слушай ты так коряво говоришь у тебя такое произношение ужасное а еще меня подруга услышала и там сейчас сказала что люда там как тебе не стыдно так говорить да вот так уже не говорят и вообще я услышала я поняла что я не могу говорить короче говоря меня определить на уровень на уровень ноль начинаем говорить тестировать получать у человека неплохой print мире да и он совсем не ноль и он очень зажат то есть смысл все весь в токсичности среды которая его окружает то есть вы понимаете ценность человека увяло за счет мнения остальных которым как им кажется этот человек делает неправильно так мы не будем сейчас разбирать почему они так говорят почему дочка так говорит тут много очень много подтекста контекста каких-то жизненных обстоятельств обид может быть да важно что вам нужно в этом случае делать токсичной средой кстати является учителя которые вам говорят у вас ничего не получится но это как правило было в советское время да когда на школе демотивировали сейчас я чуть не слышала чтобы в современных реалиях были такие учителя хотя могут они быть тоже в школе это мог же быть супруг который говорит ой ты что-то там фигней страдаешь да этот английский диван там посуду мой да или еще чего-нибудь там вот но как правило это дети сегодня в сегодняшних реалиях это дети взрослые которые step forward от их родителей которые как бы знают язык лучше так вот что нужно сделать нужно от них отпочковаться нужно отойти абсолютно не вот все что касается английского с ними не обсуждать не просить ни совета не послушать их не купить книгу то есть все что касается языка это не ваша с ними тема для разговора ограничить себя полностью отрезать от этой среды как только вы слышите ли видите что с вами заводят заводят речь да спрашивают мам как дела да или ну чё там твой английский говорите все окей все окей тогда у вас у них не будет повода вас кнопить да а у вас не будет повода занижать свою свою самооценку то есть у вас не будет самооценка падать и в то же время вам нужно найти среду в которой наоборот вас преподнесут ваш язык поставят больше на на пьедестал да что это может быть это разговорные чаты я вас с удовольствием приглашаю свои чаты потому что это не только разговорный проект это и душевная это 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 мега душевный теплый проект который помогает людям просто расцвести в языке мы на языке обсуждаем жизнь на языке обсуждаем аспекты которые нам интересны которые которые нас волнуют то есть мы выполняем основную функцию языка коммуникация вот таких условиях человек просто расцветает его самооценка все расцветает вот вам нужно найти такой же комьюнити либо же такого же человека либо же на худой случай если совсем никак пойти на уровень ниже чем вы есть да где ваши навыки просто вот вас похвалят то есть вы а если у вас самооценка в том числе языковая занижена вам нужно в первую очередь искать языковой проект в котором не поднимется ваш уровень а в котором вас похвалят и поднимут вашу вашу самооценку с ну снаружи то есть похвала внутри и снаружи еще кто-то вас похвалит и просто какое какое какой эффект дает вот это вот похвала вы вы наверняка себя знаете или помните когда вас похвалят что у вас что с вами творится вы просто готовы горы свернуть до вы готовы выучить 150 фраз и просмотреть три фильма подряд только потому что вам сказали хорошее слово вот за этими эмоциями вы должны сходить куда-то и когда вы почувствуете себе силу у вас исчезнут половина ваших комплексов и надуманных иллюзий не могу не хочу тогда вам сразу все захочется сразу все появится в общем будет все очень меня поддержат все кроме других девочек значит девочек в сторону с ними не разговаривать на вопросы языка когда я пытаюсь на уроках говорить на английском учительница меня перебивает английский и школа это вообще pain in the ass учительница перебивает потому что она хочет показать вероятно свою ну как это дачи привелась что она выше вас и тут проблемы не в вашем языке а проблема в комплексах скорее всего преподавателя к сожалению да и с этим вы ничего не поделаете вам просто нужно нужно это понимать да и просто идти мимо как бы идти по своему фокусу и в своей дорогой когда я хотела сдавать окей меня отговаривали все родители учителя из друзья но я всех послала выучила издала сейчас не жалею о таком решении молодец умница поддерживайте себя это главное абсолютно у меня учитель по английскому она очень добрый всегда поддержит вам очень повезло с учителем очень школе учитель практически ничего не объяснял из-за нее настроение учить англ пропала но в колледже была прекрасный преподаватель которых валилась нас до достижения вам очень повезло с таким преподавателем мега повезло школе ничему не учат к сожалению к сожалению ну не будем сейчас вопрос школы затрагивать но это больная тема я знаю последнее большой поток информации у нас осталось три минуты большой поток информации что делать я уже сказала про то что нужно почистить каналы до которых вам поступать очень информация ресурсы которые вас впитываются нужно отфильтровать жестко чтобы себя просто не раздражать не выводить дальше прежде чем что-то открывать задайте вопрос нужно это мне сейчас или готова ли я воспринимать есть еще такой аспект когда одно дело нужно на другое дело готова ли я бывает что вы не в настроении бывает у вас болит спина живот бывает у вас какие-то проблемы на работе дома в семье и когда просто мозги не на месте когда вы ну вот знаете у меня очень часто такое бывает я эмоциональный человек у меня бывают эмоциональные качели и что-то вот не ладится да или что-то фоново в семье не очень язык ко мне вообще не идет никак я начинаю делать глупейшие ошибки я начинаю тупить я начинаю просто забывать элементарные вещи и я в такой момент отдаю себе отчет что сейчас не в ресурсе сейчас у меня не языковой период мне просто сейчас нужно от себя отстать и время придет все будет и когда я это понимаю у меня вопросов к моему языку нету да я знаю что я смогу когда у меня будут на это желание и когда у меня будут на этом мозги внимания когда мне не будет проблем когда это понимаешь на самом деле проблем становится то есть ты понимаешь что проблема не в языке понимаете вы это думаете что у вас проблема в языке она не языковая проблема поверьте с того что мы сейчас перечислили я вам сказал это не языковые проблемы. Но эти проблемы, они нюансы настолько влияют на язык, что искажают ваш взгляд на изучение и заставляют вас думать, что проблема в языке. Понимаете? Я знаю с каждой стороны английский понемногу, с каждым разом, когда я слышу знакомую мне тему, я ее подтягиваю. Надеюсь, понятно объяснила. Так, спасибо вам за вашу работу, за то, что делитесь своим опытом. Это бесценно благодарю. Я вас тоже благодарю, что были на эфире. Давайте сделаем таким образом. Я сегодня, завтра, может быть, даже сейчас выйду сейчас в свой эфир у себя в профиле, поотвечаю на вопросы, которые были, оставили под постом, потому что, ну потому что поотвечаю. Вот, и приходите ко мне в профиль. Я обязательно, короче говоря, поговорим. Давайте так. Вот. Все, до встречи. Спасибо вам огромное. Эфир будет обязательно в записи. Как получить подарок, я вам тоже сейчас расскажу в stories, потому что уже времени здесь не осталось. Спасибо большое, что были. Так, все, до встречи.